Здравствуйте, это новости 24, в эфире Петюмад Гаджиева и коротко о новостях к этому часу. В Махачкале задержан мужчина, подозреваемый в умушенном причинении тяжкого вреда здоровью. Посадка деревьев и благоустройство общественных пространств. Махачкала готовится к предстоящему столетию со дня основания Дагестанской СССР. Российским спортсменам до 2022 года запретили выступать под флагом России. Подробности через несколько минут. В Махачкале задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, накануне в квартире по проспекту Носрудинова неизвестный в ходе возникшего скандала нанес ножевые ранения 29-летнему жителю пригородного поселка Махачкалы и 32-летнему местному жителю. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Когда один начал меня душить, а другие меня били, у меня был нож с собой. Я в таком состоянии, он меня душит. Я его достал и просто начал махать. Я видел только ноги. Махать ножом, чтобы они отошли от меня. И они реально отошли. Победить свое прошлое. Наш следующий сюжет о том, как бывшие пособники боевиков нашли в себе силы начать новую жизнь. Братья из села Арата Хунзахского района после выхода на свободу решили продолжить дело предков. Работают на мельнице и изготавливают лучшие каменные журнала на Северном Кавказе. Подробнее по тематам Ханапова. Теперь братья Магомедовы увлечены иным, созидательным и благородным делом. Они содержат мельницу, которую теперь посещают люди со всего Северного Кавказа. Здесь для гостей и собственных нужд Магомеды и Алиасхаб готовят урбич и молотят муку. А журнала, которые они изготавливают, считаются одним из лучших на всем Северном Кавказе. Но вы сейчас довольны жизнью, которую вы проживаете? Ахамдуллах, очень довольны. Конечно, вся родная уйдет каждый день. И людям могу помогать по всему Северному Кавказу, могу обеспечивать насчет мельницы. И я думаю, что себя не буду хвалить, но из самых лучших из мельников, среди них я могу стоять в любое время. И починить, и делать, и реставрацию делать. Помогать другим, говорят братья, они любили всегда. Но сейчас, прежде чем оказать кому-то помощь, сначала приходится поразмыслить. Однажды они помогли, что называется, не тем, и в итоге попали под уголовную статью. Я много помогал людям за свою жизнь. Любил встречать гостей. И однажды это сыграло против меня. Принял не тех людей. Теперь стараюсь быть осторожным и разборчивым в людях. Все ошибаются. И я не стал исключением. Адаптироваться к мирной новой жизни, говорят, Магомед и Алиаскабы, им помогли сельчане. Глава аула сдал в аренду местную мельницу. А жители села всегда готовы поддержать братьев в благих начинаниях. Тюрьма и армия – это школа жизни для мужчин. Меня тоже она научила многому. Я переосмыслил некоторые вещи, начал лучше разбираться в людях, приобрел для себя новые ценности. Я прочитал за эти пять лет в тюрьме очень много книг. Получил образование. Заключенным после освобождения всегда нужна социальная адаптация, говорят здесь, в Хунзакской администрации. От этого зачастую зависит, возьмутся ли ребята опять за старое или начнут новую жизнь с чистого листа. Сперва они как-то страхуют себя или как-то не вливаются в наше общество, да, и как-то смотрят государство, как будет на них реагировать, да. Ну, в принципе, мы даем знать им, что реабилитация, она, конечно, для всех должна пройти, да, и психологически, так и морально, там и материально, все. У них есть семья. Поэтому мы готовы помочь им. Люди связывались с боевиками по разным причинам. Иногда это происходило по наивности или по незнанию. Поэтому многие эксперты считают, что шанс на исправление должен быть предоставлен каждому оступившемуся. К этому призывает и религия. Каждый человек, он совершает ошибки. И мы их не исключаем из общества. Мы всегда должны их поправлять. Никогда не поздно изменить свою жизнь. Мы пока живы. Те, кто умерли, похоронили, у них уже нет больше возможности себя, свою жизнь изменить. Пока после беседы с бывшими пособниками понятно одно – работу свою они любят и умеют делать. Рассказывают они братья с неугасимым энтузиазмом. Планы на будущее и есть. Младший уже нашел себе невесту и в скором времени планирует создать крепкую семью. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Хунзакский район. Жительница города Каспийска стала жертвой дистанционного мошенничества. Для незаконного обогащения злоумышленники использовали известную схему – звонок от имени сотрудника банка. Но на этот раз мошенники подключили к своей схеме и лжеполицейского. Звонили, так продолжалось, два-три раза. После поступает звонок, на телефоне высвечивается МВД по республике Дагестан. Представился человек сотрудником информационного центра, что в данный момент проходит следственное мероприятие. Вам звонили с банка и вы должны помочь. Не доверяла, но указания выполнила. В итоге у меня произошли списания. Аферисты сняли более 70 тысяч рублей. Полицейскими установлено, что для совершения противоправовой деятельности они воспользовались интернет-приложением с функцией подмены номера. Несмотря на многочисленные предупреждения о фактах ввещения денежных средств, дистанционным способом, под предлогом предотвращения блокировки банковской карты и несанкционированного списания денежных средств, продолжают иметь случаи снятия злоумышленникам денежных средств с банковских карт граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело, по которому проводятся следственные действия и оперативно-радостные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. Новая пожарная часть открылась накануне в селе Ихрек Рутульского района. В церемонии открытия принял участие руководитель противопожарной службы республики Джаруллах Малаев, глава муниципалитета и общественность района. Перед зданием пожарного поста гостей встречали хлебом и солью под выступлением местных исполнителей народных песен. С открытием пожарного поста жители села Ихрек и других населенных пунктов района смогут рассчитывать на оперативную помощь в тушении возникающих пожаров. Кроме того, жители района получат рабочие места, что имеет немаловажное значение. Пожарная часть будет оснащена современным оборудованием и техническим вооружением. Это вот там, где люди сами изъявили желание своими силами, где когда республика, может быть, и государство не успевает в каждом селе создавать пожарные части, но тоже невозможно это создать. Вот когда люди инициативой обращаются, есть добровольцы, есть люди, которые активно принимают участие в этом, ну, получается вот такие прекрасные заведения. После торжественной части были подняты флаги и состоялась церемония разрезания символической красной ленты. А уже после гости совершили обход гаража и служебных помещений. Махачкала готовится к предстоящему столетию со дня основания ДСССР. Так, глава города Салман Дадаев и руководители районов городского округа высадили вечнозеленые магнолии вдоль сквера по проспекту Акушинского. Как отметил мэр, если цветущие деревья приживутся, то наряду с платанами, кленами и ясенями их высадят на всех городских общественных территориях. Градоначальник отметил, что за деревьями будет организован соответствующий уход и наблюдение. По его словам, в столице завершается благоустройство 12 общественных пространств, в том числе и в селах и поселках муниципалитета. Участники акции заявили, что развитие и процветание города возможно только при объединении усилий без деления на районы или по другим признакам. В Дагестане закрыли горнолыжную базу Чиндер-Чиро. Причиной такого решения руководство туристического объекта назвало давление со стороны надзорных органов. В связи с закрытием базы без работы остались 80 человек. Горнолыжный курорт Чиндер-Чиро – одно из популярных мест для посещения в Дагестане. Сюда приезжали покататься как местные жители, так и туристы из других регионов. Особую популярность курортная зона приобрела за счет проведения здесь всех основных соревнований в республике по зимним видам спорта. В администрации Кушинского района сообщили, что будут разбираться в причинах произошедшего. Напомним, туристический центр не принимал гостей весь прошлый сезон по причине отсутствия электричества. Российским спортсменам на два года запретили выступать под флагом России. Такое решение было принято спортивным арбитражным судом из-за допинг-скандалов и будет действовать до конца 2022 года. Кроме того, Россия не сможет в ближайшие четыре года принимать крупные спортивные соревнования. Под крупными международными соревнованиями подразумеваются мультиспортивные события и мировые первенства. К ним относятся в частности Олимпийские и Параолимпийские игры. Их аналоги среди спортсменов-юниоров, универсиада, а также всемирные соревнования Международных спортивных федераций. Хабиб Нурмагомедов признан лучшим иностранным спортсменом года по версии BBC. Данная награда вручается спортсменам не из Британии, которые внесли наибольший вклад в спорт за год. Российский боец ММА обошел в онлайн-голосовании шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, американского баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс, Лебрана Джеймса и других. Напомним, Нурмагомедов 24 октября удушающим приемом победил американца Джастина Гэтши и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Сразу после боя спортсмен объявил о завершении карьеры. Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Дагестанских самбистов отметили наградами за успехи на чемпионате и первенстве СКФО. На соревнованиях в Нальчике наши спортсмены завоевали свыше 30 медалей, большая часть из которых высшего достоинства. Чествование прошло в Министерстве по физической культуре и спорту Республики. Спортсменов и их тренеров с высокими результатами поздравил временно исполняющий обязанность руководителя ведомства Магомед Магомедов, отметивший слаженную работу Федерации самбо. Победителям соревнований вручили памятные подарки и грамоты. В рамках встречи были также подведены итоги сезона для дагестанского самбо. Напомним, что в этом году двум воспитанникам республиканских спортшкол удалось выиграть золотые медали Чемпионата мира в Сербии. Пять золотых из пяти возможных на Кубке мира по вольной борьбе в Белгороде накануне определились первые обладатели комплектов наград. Четыре медали высшей пробы в копилку сборной России занесли дагестанцы. Это Завур Угуев, Розамбек Жамалов, Алихан Джабраилов и Шемиль Шарипов. Помимо них золото добыл также наш земляк Магомед Мурат Гаджиев, представляющий на соревнованиях Польшу. Обладатели остальных пяти комплектов наград станут известны сегодня ночью. Там также, как и вчера, во всех пяти финалах представлены воспитанники дагестанских спортшкол. На этом у меня все. Оставайтесь с нами.